РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям. С 35 стиха 10 главы по 7 стих 11 главы. Давайте послушаем. Не отлагайте уба дерзновения вашего. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою, Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковщик для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Я же по вере правды быть наследник. Послание к евреям адресовано иудеям, которые недавно приняли крещение. В том отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел дает наставление своим единоплеменникам относительно того, приобретению каких душевных качеств им необходимо уделить внимание в первую очередь. Конечно же, в основе всего находится вера. Согласно апостолу, вера – это абсолютная убежденность в том, что предмет, на который она направлена, истинен, и что ожидаемое непременно сбудется. Вера находится в основе всех поступков. Она задает жизни человека определенную динамику. Именно благодаря вере в то, что у всего происходящего есть какая-то цель, мы находимся в движении, не перестаем жить. И напротив, когда пропадает вера в определенную цель, человек останавливается. Впадает в пассивность. В итоге умирает. Яркий пример – Евгений Базаров, герой романа Тургенева «Отцы и дети». Разочаровавшись в жизни, потеряв цель, он погружается в глубокую тоску и уныние, теряет интерес ко всему на свете, в том числе и ко всем своим предыдущим социальным проектам. Своему товарищу Аркадию он говорит, «А я возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну а дальше?» Нет веры – нет цели, нет движения – нет жизни. Чем выше цель, чем крепче вера, тем интенсивнее движение, тем насыщеннее жизнь. Вера в Бога дает человеку много больше душевных сил, чем вера в материальные блага. Она открывает в его собственном сердце такие просторы, которые всегда будут скрыты от тех, кто цель своей жизни видит исключительно в земном. Помимо веры, по словам апостола, человек должен обладать еще такими качествами, как терпение и стойкость. В чем их важность? Наша вера должна каким-то образом возрастать. Это происходит лишь в том случае, когда сил верить в цель у нас уже нет, но мы все равно продолжаем упорно двигаться в ее направлении, как говорится, на одних волевых. Терпим боль от того, что потеряли всякие ориентиры в этой жизни, но все же стойко ее переносим. Для нашей веры, по словам апостола, это самое благодатное время. Можно привести в качестве примера работу спортсмена. Высоких результатов достигает лишь тот атлет, который, несмотря ни на что, продолжает движение к цели. Ради этого зачастую он отказывается от комфорта, испытывает различные лишения и неудобства, подчас разочаровывается в себе, падает, но всегда встает и продолжает свой путь. Победа основывается именно на этой рутинной работе. И самое главное, всякий, кто занимался спортом, знает, самое полезное упражнение то, которое исполняется на последнем дыхании, когда сил на его исполнение уже нет. Оно не просто укрепляет мышцы, оно выводит спортсмена на новый уровень мастерства. Постараемся и мы не только иметь веру в Бога, но и всячески укреплять ее терпеливым и стойким перенесением всяческих неудобств и лишений. Только таким образом мы сможем достичь главной цели нашей жизни – единства со Христом, которое есть Царство Небесное. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok